Победить глобальную партию войны, либеральный фашизм и агентов, рвущихся во власть, чтобы открыть второй фронт. До факта правитель Грузии, миллиардер Бидзин Айванишвили, сегодня отдал старт новой парламентской кампании в Грузии со старыми слоганами. Еще почетный председатель грузинской мечты выразил уверенность в смене глобальных интересов. По его словам, война в Украине закончится не позднее, чем через год, а в случае победы кандидата от республиканцев на президентских выборов в США уже в январе, что повлияет и на отношения официального Тбилиси с Западом. О мечтах и реальности правящей команды Грузии говорим с грузинскими политологами Гии Хухашвили и Давидом Дорчашвили. Они с нами на телефонной связи из Тбилиси. Добрый день. Добрый день. Под ноги. Лозунги старые, часть из них мы уже слышали в апрельских тезисах Бидзина и Айванишвили. При этом он надеется получить с ними конституционное большинство на октябрьских выборах. Насколько верен его расчет и достаточно ли для этого запугать общество возможностью открытия второго фронта? У него другого пути нет. В принципе, отличие данных выборов от всех предыдущих в том, что и власть, и оппозиция говорит о некоем референдуме. То есть эти выборы связаны не только с изменением власти, а связаны с долгосрочным интересом развития страны. Но отличие в том, что линию фронта на этом референдуме власть проводит через то, что выбор у людей между миром и войной, и позиционирует себя как единственного защитника мирного развития страны, а любой альтернативе в Грузии начнется обязательно война. Это тот вопрос, который предлагает власть на выборах. Что касается формулировки референдума президента и оппозиции, скажем так, и гражданского общества, она абсолютно отличается от этого. И вопрос звучит так, куда идет страна. Идет, как это прописано в Конституции, по западному пути, идет в Евросоюз или возвращается в Российскую империю. И, в принципе, результаты выборов зависят от того, какой вопрос поверит избиратель и будет готов ответить на первую формулировку или на вторую. Так что сейчас идет такая идеологическая война, пропагандистская война, скажем так. Какой вопрос окажется более насущным и более понятным. Если оппозиции, президенту и гражданскому обществу удастся объяснить избирателю, что первый вопрос это просто липа, это чистая пропаганда и ничего с реальностью общего не имеет, тогда все будет хорошо. Если пропаганда все-таки сможет навязать этот вопрос народу, который, конечно же, не хочет войны и, в принципе, никто не хочет в Крузии войны, ну, тогда могут возникнуть проблемы. Ну, до выборов не так много времени. Насколько успешно оппозиция справляется с поставленной задачей, о которой вы говорите? Ну, пока что справляется плохо, прямо скажем. Оппозиция не занимается реальной кампанией, не разрабатывает стратегию коммуникации, да, вот в связи с тем, о чем я сейчас с вами говорил, а просто занята какими-то внутренними вопросами, перестановками, там, кто с кем, что. И так далее, и тому подобное. Пока оппозиция опаздывает, скажем так, и, в принципе, они как бы не то, что не сформировали эту стратегию, не начали какие-то действия, а просто занимаются непонятно чем. Это, конечно же, настораживает. Вот, ну, Давид, либеральный фашизм, агенты, глобальная партия войны. Что нового услышало грузинское общество сегодня или ничего нового и не предполагалось, а была просто демонстрация верности лидера, неформального правителя заявленному курсу? Ничего нового, в каком-то смысле, мы все это уже знали. Более-менее, та часть общества, которое не приемлет Ивани Швили непосредственно его партию, оно согласно на то, что минимум с 2022 года этот человек, эта политическая сила идет в фармацере российского авторитаризма и российской агрессивности. То есть мир делится, а вот мы, оказывается, если власти остаются те же, с этой, с восточной стороны водораздела, где всем управляет путинский дискурс, кремлевский дискурс. И часть вот этого, или, может быть, и основная часть этого дискурса, именно вот слова «либеральный фашизм», который сам по себе оксимарон, потому что эти два идеологических понятия никак не совместимы, они разные вещи как-то проектируют. С одной стороны, это толерантность и свобода личности, с другой стороны, это вот тоталитаризм, объединение, один фюрер, одна партия, одна нация. Вот это и есть фашизм. То есть эти две вещи идеологически не совместимы. Но как словосочетание, как возможность демонизировать оппонентов, почему бы и нет, этим пользуются в России, это перешло и в Грузию тоже. Я согласен, что я говорил, что оппозиция запаздывает, чем отвечать и как отвечать, чтобы это имело эффект. Пока что не совсем понятно избирателю. И, может быть, в данном случае стоило именно упирать бы на то, что если мы говорим о мире и войне, или о войне и мире, то о какой войне и о каком мире должна идти речь. В первую очередь должна, наверное, главным словом, сочетанием у оппозиции должна быть безопасность. Не просто мир, каким бы он ни был, мир, я не знаю, раба с господином, или вот война всех против всех, а именно вот безопасность общественная, национальная, гражданская. И вот она единственная возможность именно вот в рамках демократического, если хотите, либерального дискурса и с этими обществами. Но президент тоже говорила о референдуме, она отметила, что это будет выбор между Западом и Россией. Иванишвили говорит о референдуме между войной и миром. Да, под этим, под Западом и Россией, должна подразумеваться именно вот какие-то ценности. То есть, вот что такое Запад и что такое Россия. Вот об этом должен быть упор, мне кажется. В любом случае, вот противостояние, оно и идеологическое. Оно, ну да, отчасти экономическое. Какие-то люди вот взвешивают. Есть и такие, наизбиратели, что вот взвешивают откуда больше, может и быстрее, может идти какая-то экономическая помощь. Исходят из этого. Ну, это тоже аргумент, это прагматика. Но в целом, в стратегической перспективе, ну, как-то акцент должен делаться на ценностях. То есть, какое общество мы, в конце концов, хотим для наших детей. Чтобы какой-то новый феодализм возникал под идеологией типа Аля Дубина. Или мы все-таки считаем, что права человека, как бы они не нарушались, в том числе и в демократических странах, они все-таки краеугольный принцип, которым нужно равняться и вот идти в этом направлении. Патнугия, сегодня в выступлении было видно, что Бедзина Иванишвили связывает большие надежды с возвращением в Белый дом кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Он говорил о том, что если он вернется в Белый дом, то война в Украине может закончиться уже в январе, а так максимум продлится год. И он надеется, что с администрацией Трампа ему будет проще договариваться. На чем основан этот расчет и эти надежды? Ну, я думаю, ни на чем. Он человек не глупый. Да, для пропаганды, может быть, такой посыл годится, но реальность совершенно другая мы понимаем. Потому что Трамп еще менее комфортен, я думаю, для нашей власти, чем действующий президент, то есть правление демократов. Почему? Потому что Трамп действовал более жестко. Наша власть так себя ведет в отношении США, что Трамп давно бы их поставил на место. Он это понимает, конечно, но для манипуляции, для создания какого-то ожидания позитивного в дальнейшем. Да, ну, в принципе, это все годится. Он, к тому же, еще апеллирует на ультраконсервативные силы, какие-то ультраправые силы, скажем так, в Европе. Опять же, ну, что значит приход к власти ультраправых сил в Европе? Это значит, не будет визуализации, депортирует всех рабочих мигрантов и так далее и тому подобное. То есть он опять же выворачивает все наизнанку, упрощает максимально. Да, говорит глупости, говорит неправду, но, в принципе, он надеется на неосведомленность, значит, на подверженность простых людей к зомбированию, да, потому что пропаганда очень интенсивно всем этим занимается. Известное изречение, что если ложь, ты повторяешь что раз подряд, да, она в итоге становится правдой. В принципе, вот с этим имеем дело. А то, на самом деле, чтобы он надеялся на Трампа, я не думаю, что реально надо на что-то надеяться в этом отношении. У него цели только внутри. Интересна была реплика, я вас перебью, в этой связи. Недавние комментарии, точнее, в Фейсбуке, премьер-министра страны Ираклия Кубахидзе, он возложил ответственность за покушение на кандидатов президента от республиканской партии Дональда Трампа на пресловутую глобальную партию войны. Это такой темник, они будут повторять этот тезис, что их обижают те же люди, которые пытались противостоять Трампу? Конечно, да. Понимаете, это все стерильная, стопроцентная пропаганда. Все надо связывать, даже погода портится, кто виноват те силы, которые... Там что-то еще про землетрясение, опять же, это и национальное движение там где-то, или вот глобальная партия войны испытывает какое-то тектоническое оружие. Любой негатив надо увязывать, как бы это абсурдно не звучало, с политическими оппонентами. Такая установка, то есть власть очень методично выстраивает в Руси не то, что авторитаризм, а выстраивает ахлократическое общество, где надо просто отключить у людей сознание, чтобы они действовали только чистыми эмоциями, чистыми такими животными позывами, да. Мы, да, понимаем, что очень часто, что они говорят, это просто глупости. Вот оксимарон было сказано, да, либеральный фашизм, что это такое, да. Так абсолютно непонятно. Но на подсознании людей, которые ни понятия либерализма точно не знают, ни понятия фашизма точно не знают, просто знают, что это что-то плохое, да. Ну, на них это действует. И, в принципе, расчет именно на это. Не то, что что-то логичное, что-то такое понятное выстраивать, а надо бы все упрощать, найти негативные какие-то завязки и повторять как можно чаще. Вот и все, вся технология. Вот, ну, Давид, Бедзина Иванишвили пригрозил коллективному нацдвижению сегодня, чтобы это не значило, что оно должно ответить за все совершенные преступления, в том числе, как он выразился, за выполнение заказа в 2008 году. А, правда, заказчика он по традиции не назвал. О ком он говорил? Президент Саакашвили, если он имел его в виду, сидит в тюрьме. О чем речь? Ну, мне кажется, он имеет в виду всех и всех, которые с ним не согласны. Потому что, ну... А что мешало ему, цитата, заставить их ответить? Он во власти с 2012 года. Почему он вспомнил об этом сегодня? Ну, опять же, да, играет, вот, было сказано, игра на эмоциях, на зомбировании людей. Да, он вот этим пользуется. Это очень чреватая практика. Тактика эта, в конце концов, может оказаться почвой для, ну, типа, гражданских беспорядков. Но он идет на это сознательно, лишь бы как-то сохранить власть. Ему все равно, как сохранить. Будут люди друг друга бить или будет он говорить то, что абсолютная ложь. И никогда это не исполнится. Но все равно он это делает. Опять же, надежды на Трампа, показывая Трампа каким-то чуть ли не сторонником, вот, каких-то вот идей авторитарных, которые культивируются в России и в некоторых других странах. И Трамп тоже, как бы, берет дискурсию от части этого мира. Все это, да, чревато, очень опасно для страны, для ее стабильности. И в то же самое время, вот, действуя так, он разделяет общество. Тут дело не только, хотя и это, само собой, большая проблема, демонизация полностью какую-то политическую организацию, как бы она... Сегодня он поименно назвал и агентов, и почти всех лидеров оппозиции. Там же была и президент Соломы Занапиши. Да, 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 и вся гражданское общество. Кстати, очень важно, что конкретно и почва для того, что для Трампа Ивани Шуэль вряд ли может быть каким-то приемлемым партнером. То, что Трамп был президентом, и в его президентстве грузинское гражданское общество также поддерживалось американской администрацией. То есть Ивани Шуэль и Кобахидзе, вся эта вот братья, она, объявляя агентами или влияние, или как бы еще врагами, частью партии глобальной войны грузинской неправительственной организации, она этим не просто там идет против, допустим, демократической партии Соединенных Штатов. Она против всей машинерии, всей структуры Соединенных Штатов, всей политической, идеологической анатомии идет, включая и Трампа. Трамп тоже этим занимался, чем занимались все президенты распространения идеи демократии прав человека в мире. Так что у него будет в любом случае с Америкой проблемы. Но на данном этапе вот он занимается этим, чтобы вот разделить общество, объявляет агентами и предателями родины всех, которые против него. Всех он выкличет националами, для него сейчас национал и президент тоже. Любые партии, какие бы ни возникали, которые будут критиковать грузинскую мечту, этим вот чисто негативной кампанией, враждебной кампанией, демонизацией он собирается сплотить свои ряды, плюс там еще запугивание и деньги, технологию и средства у него не отберешь. И думает выиграть, а бабуш думает, что будущее покажет. Под ноги. Сегодня стало известно и о том, что ультраконсервативная сила народа пойдет на выборы октябрьские единым списком с правящей грузинской мечтой. В свое время они отпочковались именно от правящей партии, потому что создавали своим радикализмом некую неловкость. Теперь больше нечего стесняться? Нет, ну это с самого начала было понятно, что это был фиктивный развод. Они никуда и не уходили, как бы это была такая очень, скажем так, банальная, практическая игра, как бы, что они говорили, как будто то, что не позволялось правящей партии, но на самом деле это очень плохо получалось, потому что Кубахидзе в своих заявлениях иногда более радикально выступал. Он переигрывал, скажем так, в кавычках, очень часто эту партию. Так что все естественно, все закономерно, здесь ничего странного нет, так и должно было быть. Им захватить сегмент какой-то отличный от электората грузинской мечты не удалось. Почему? Потому что их игру вот на этом радикальном поприще перекрыл нынешний премьер-министр, который говорил о масонском заговоре, даже заместителем госсекретаря США на личной встрече. Он на полном серьезе говорил, что есть какие-то масоны, но только 30% он ему сказал, 70% он даже ему не сказал. Вот в такой среде, в такой сумасшедшей, можно сказать, в такой полезной среде приходится нам жить. Да еще температура поднялась, жарко очень. Политическая температура, когда поднимается, это играет на кого? Ну, к сожалению, нет, пока нет. Пока этого не видно, чтобы политическая температура поднималась, потому что оппозиция пока что не может создать свой порядок, не может взять какую-то инициативу. Они вот занимаются чем-то, какие-то коалиции создают друг к другу. Что делается не так под ноги? И что надо сделать? А вообще ничего не делается. Дело в том, что ничего не делается. Ну, что надо делать? Надо идти в народ и объяснять народу, в чем основной вопрос референдума. Вот это надо сделать. А когда человек поверит, что и оппозиция, то есть человек должен поверить, избиратель, что оппозиция не хочет на самом деле никакой войны, должна появиться уверенность. И после этого все будет в порядке, потому что по всем исследованиям западный выбор, это выбор основного населения Грузии. А если вопрос референдума будет такой, что идем на запад с оппозицией или идем в Российскую империю с грузинской мечтой, ясно, что результат выбора будет не в пользу власти. Но для того, чтобы к этой точке прийти, надо идти в народ, потому что заниматься виртуальной политикой через монолог с экрана, это не выход. Почему? Потому что пропаганда, она мощнее. Надо входить в диалог и объяснять в такой интерактивном режиме. По-другому ничего не получится, потому что силы, ресурсы у власти, конечно же, во много крат выше, чем у оппозиции. Только диалог с народом. Надо одевать, значит, такие железные сапоги и идти в народ. В одно, Давид, вы допускаете, что, как сказал Батони Гея, что в прозападном обществе, где настроение подавляющего большинства граждан Грузии и их выбор и симпатии очевидны, они прозападные, в следующие четыре года останется у власти и победит на этих парламентских выборах очень важных та сила, которая отдаляет их от того же самого Запада. Знаете, мне кажется, грузинское общество всегда разделялось, условно говоря, на три части. На три трети. Это не значит, что именно 33% каждой из этих частей. Но одна часть, которая идеологически нацелена, понимает преимущества идей прав человека, идей, я не знаю, связанной с французской революцией, с Эммануэлом Кантом или кого угодно еще можно вспоминать. Другая треть, которая все это не примет по разным причинам, которая склоняется к клиентализм, феодализм, что-то такое. И третья часть, которая прагматична, которая не готова голову класть в пользу одной или другого мирозрения, она смотрит, кто светит возможности победы, возможности, кто имеет силу. И вот склоняется в его сторону. И сейчас тоже так. И для того, чтобы оппозиция выиграла бы, потому что так, если вот по этим опросам посмотреть, так все, да, 85 или с чем-то процентов за интеграцию в Евросоюз. Ну, туда входят и сторонники Евгений Ивановича или тоже. И что у них в головах, как они воспринимают Евросоюз и интеграцию, это тоже отдельная тема разговора. То есть эти проценты, которые дают социология в сторону Запада, склоняются Грузии или в сторону Востока, ну, могут тоже ввести в какое-то заблуждение. Они могут нематериализироваться вот в политических очках. Для того, чтобы прозападность победила, ну, да, оппозиция должна светить харизмой. То есть харизматных лидеров мы не видим. В принципе, лидеры вот какие-то средние. И тут вот взамен какой-то харизмы личностной должно было быть коллективное что-то. Мне всегда казалось, что все-таки единый список под нейтральным номером был бы выход, потому что это показало бы обществу, что вот какая-то сила, в принципе, готова брать ответственность и совместно направлять народ в какое-то русло. Ну, если это нереально, не получается, в любом случае какой-то формат должен быть. Потому что вот как Е говорит, что надо выходить в народ, кому выходить и как выходить, это тоже очень важно. Будут они вместе ходить или по отдельности ходить и еще, может быть, друг друга ругать. Это не даст результат. То есть вот объединенность должна вот светиться как харизма. И это, мне кажется, даст возможность многим увериться, что, в принципе, оппозиция может победить. Тогда могут больше давать ей голоса. Иначе многие избиратели могут просто не поверить, что что-то, возможно, есть какая-то, чтобы что-то изменилось и не пойдут на выборы. Потому что мы увидим 26 октября, если будет большой наплыв на этих избирательных участках, значит, народ, правда, решил брать ответственность свои руки. И это не будет в пользу русинской мечты. Если бы даже сейчас не стоял вопрос в Востоке или Запад, просто, ну, была партия, которая уже в 13-й год будет управляться, но она надоедает в любом случае. Там и коррупция, и все что угодно. И все это люди видят. А если будет наплыв, то это будет оппозиционный наплыв. Но чтобы он получился, оппозиция должна показать силу, возможность, что это реализуемо. Абатнугия, как долго, по-вашему, собирается оставаться у руля Бедзина Иванишвиля? Абсолютная власть – это зависимость, без которой сложно дальше жить? Каковы его взгляды на политическую пенсию? В каком случае он для себя ее допускает? Нет, нет, он этого просто не может допустить, не имеет данного комфорта. Почему? Потому что на сегодняшний день его единственная цель – это обеспечить свое благополучие и безопасность. Другого инструмента, чем владение властью, он для обеспечения вот этих ценностей, для него единственных практически, он не видит уже. Так что и Планка… Чего боится, что посадят, как Михаила Саакашвили? Нет, он боится очень многого. Он боится Путина, он боится Америки, он боится Европы. Он боится всех и вся. Он боится народа грузинского. Он боится, что очень много плохого он сделал, и все это всплывет. То есть его жизнь сейчас, на самом деле, очень трагична. Днем он, значит, живет тревогой, ночью кошмарами. Так что, если кто-то ему завидует, я думаю, очень сильно ошибается. Он сейчас цепляется, он выживает просто. А для того, чтобы выжить, он просто не видит другого. Он очень много чего натворил уже. Куда ему деваться? Он является заложником своих страхов, которые растут ежедневно, как снежняком.